Весело, шумно, с размахом. В Люберцах отметили широкую масленицу. Во всех парках городского округа развернулись праздничные площадки с традиционными угощениями, играми и обрядами. В центре народных гуляний побывала наш корреспондент Луиза Егезарян. Народные гуляния в честь проводов зимы стартовали в городском округе ровно в 12 часов. В Центральном парке празднование началось с концерта и масленичного парада. Жители Люберец устроили торжественное шествие с ростовыми куклами собственного производства. Четыре дня мы ее делали. Высокую, нежную, воздушную, весеннюю. Украсили ее цветами. Напекли блинов настоящих. Кажется, что настоящие – это, конечно, фетр, но выглядит как настоящие. Творческий конкурс проходит в Люберцах не впервые, но такого большого количества участников еще не было. Участвовало 35 кукол. Всю масленичную неделю жители городского округа голосовали за понравившуюся куклу. Куклы находились в нашем музейно-выставочном комплексе. Более 500 человек проголосовали за куклы. Выбрали лучшую. Какая это секрет? Авторов лучших образов масленицы объявили на главной сцене. Без поощрительных подарков не остался ни один участник конкурса. И сегодня на самом деле красивый такой, солнечный, по-настоящему весенний день. Я искренне сегодня хотел бы вам пожелать хорошего настроения. Весна – это что-то новое, это обновление. Мы все ждем каких-то чудес. Я думаю, что с приходом весны мы это все с вами получим. Ледяной столб, перетягивание каната и метание валенка. На одной площадке сразу несколько традиционных русских забав. В этот день в атмосферу старорусских гуляний окунулись все, независимо от возраста. Масленица – праздник веселый, вкусный и дружный. Все от мала до велика радуются проводом зимы. Кстати, в этом году последний день масленицы символично совпал с наступлением календарной весны. Получился двойной праздник. А если точнее, то даже тройной. В воскресенье перед Великим постом православные верующие отмечают церковный праздник. В этот день принято просить друг у друга прощения за причиненные обиды. Я прошу прощения у всех, кого обидела хоть чем-нибудь, вольно или невольно, даже мысленно. Прошу от души прощения, кого обидела, всех своих знакомых, друзей. Извините меня. Попросили друг у друга прощения, теперь можно смело есть блины. До наступления строгого поста еще есть время. Ну как, вкусно? Яма! И столько! Но в этот день блинами не только угощали, но и учили, как их печь. Участником мастер-класса по приготовлению главного праздничного блюда стал глава-люберец Владимир Ужицкий. Да. И все заворачивайся. Да. Опа. И так. Еще одна масштабная точка народных гуляний – парк на Наташинских прудах. В самом центре праздничной площадки огромное чучело. Его сожжение станет кульминацией Масленичной недели. А пока гости парка участвуют в спортивных и развлекательных конкурсах, угощаются блинами и танцуют под любимые песни. Очень хорошо, весело. С кем пришли? Со всей семьей. Все нравится. Хороший праздник. На память о самом веселом и шумном празднике можно купить различные сувениры. Большим спросом пользуется главный символ – чучело-масленицы. Эти куклы ручной работы. Очень хорошо покупают. Очень хорошо люди участвуют в праздниках. Детки тоже с удовольствием выбирают эти изделия. И вот этот момент настал. Пришло время официально провожать зиму. Чучело-масленицы сгорело за считанные секунды. И если верить народным преданиям, то с такой же скоростью вместе с ней ушли все печали и невзгоды. Луиза Игазарян, Сергей Гвоздев, Валерий Абсалямов. Телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.